МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чемпион Республики Беларусь! Константин Кирсов! Выполняйте зону Союзу!" Про таких людей говорят выжившие, когда позади почти 200 километров и жара в 30 градусов. Ее преодолели далеко не все, остались сильнейшие. Победил один. Это велоспорт. До Олимпийских игр белорусские велогонщики добрались 64 года назад. Первое золото Олимпиады принес Владимир Каминский на играх в Монреале. А ведь самого Каминского в Канаде могло и не быть. А почему не брали? Он не кушал мяса. Я побеседовал с Капитоновым, и он посмотрел командную гонку, как ехал Каминский в Вильнюсе. И после этого он его взял в состав сборной страны. На следующей Олимпиаде в Москве золото оказалось уже в руках Олега Логлина. Больше на Олимпиадах в велоспорте на шоссе белорусы медалей не брали. Исправить эту ситуацию в Рио постараются трое. Василий Кириенко, чемпион мира в гонке с раздельным стартом, обладатель двух бронзовых наград планетарных форумов. Константин Севцов, чемпион мира среди андеров в групповой гонке, бронзовый призер в командной гонке на время. Алена Амелюсик, чемпионка мира и обладательница бронзы в командной гонке. Первые медали Олимпиады в велоспорте будут разыграны в групповых гонках. 6 августа мужчины с женщиной на следующий день. Все спортсмены выйдут на старт одновременно, а дальше начнется борьба тактики. Для начала два сложнейших подъема, то есть ехать придется в гору по узкой дороге. После трястись по брусчатке. Но и на этом не финиш. Впереди еще три круга и главная достопримечательность – технически сложный спуск длиной в 6 километров. В завершении – долгая дорога по равнине. Влажный климат, довольно длинная дистанция и набор высоты довольно значительный. Трасса на выживание. Для профессионалов существуют свои веломашины. Их стоимость около 10 тысяч евро. Жень, я о правду говорю, действительно. Совершенно верно. 10 тысяч евро – это даже, скажем, уменьшенная цена. Вот этот велосипед, например, он стоит 11 тысяч евро. Потому что все-таки здесь, на сегодняшний день, это Формула-1 в велосипедном спорте. Как бутылка пятилитровой воды, да, вот весь этот велосипед, на котором мы сегодня разгоняемся до 100, а иногда и больше километров в час. И на 100 километров в час, между прочим, эти велосипеды при падении остаются практически целыми. Во время гонки спортсмены предпочитают бананы. А после не прочь побаловаться бокалом пива или вина. Пиво – это же не только алкоголь, там есть хмель. Оно как идет, ну, такая немножко релаксация, расслабление, восстановление. Просто провести, проходить пять часов по такой жаре тяжело. А проехать на велосипеде еще больше энергии тратишь. 10 августа разделка или индивидуальная гонка. В этом случае спортсмены отправляются на дистанцию по одному через определенный промежуток времени. Здесь на вес золота каждая секунда, поэтому важен каждый нюанс. Вот почему идут полностью закрытые каски. Это идет для аптеками, как рыба в воде. Кстати, на Олимпиаде, как и на любой другой гонке, вы увидите велосипедистов только с гладкой кожей. Даже минимальные волоски создают сопротивление ветру. Гонщики могут падать, и, сами понимаете, когда непобритые ноги, могут эти волосы выпадать в раны открытые. Когда человек велосипедисты, то у него там шевелюры на ногах, то есть оно так немножко, не скажем, некрасиво. В Беларуси трек был построен относительно недавно, 7 лет назад. Но и до появления подобного сооружения в нашей стране успехи на треке были. Чего стоят 8 медалей чемпионатов мира и олимпийская бронза Натальи Целинской. Трековый велосипед получается, что он оснащен передачей прямой, и нет никакого новостного оборудования. Велосипед для трека легче шоссейного, но вес на контроле 6 килограммов и 850 граммов. Не больше и не меньше. Иначе к соревнованиям не допущен. Тормозов тоже нет. Грубо говоря, вот усилие, педаль мне идет в ногу, я ногой выдавливаю обратно. Вот так вот ты тормозишь. Это единственная возможность. Татьяна Ширакова выступит в Рио в Омниуме, велосипедном многоборье. Это 6 дисциплин, начиная от спринта и гита, самых скоростных видов, заканчивая гонкой по очкам, дистанция которой 25 километров. Победительница определится по наименьшей сумме занятых мест. Олимпийский дебют Омниума пришелся на Лондон, где Ширакова была девятой. В Рио соревнования пройдут 15-16 августа. Редактор субтитров А.Семкин